На днях стало известно, что из-за финансовых затруднений русский театр снова вынужден обратиться за поддержкой к Министерству культуры. Кроме того, в целях привлечения публики, судя по всему, ожидается пересмотр репертуара. Обсудим все эти новости с председателем Совета театра у нас в студии Яка Алик. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А насколько серьезна сейчас финансовая проблема русского театра, по вашей оценке? Ну, здесь ничего нового нет. Мы по этой теме, по-моему, третий год с вами поговорим. То есть, как и в прошлый год, в русском театре в бюджете уже несколько лет, по известным причинам, в дырах около 100 тысяч евро. И каждый год, то есть в конце года, театры испытывают потяжные трудности. Но вопрос в том, насколько эта дыра стабильна или она постоянно увеличивается в своих размерах? Нет, это стабильно. И мы в прошлом году уже с Министерством культуры делали такую договоренность, что Министерство дает дотации как поперед. То есть это не увеличение дотации театра, а дается как бы... В счет следующего года. Именно. Как будто бы в долг у самого себя берет театр. Примерно, да. Но, конечно, с надеждой, что каждый год будет эта сумма уменьшаться, точнее, там, трех лет. И в прошлом году попросили и получили 130 тысяч. В этом году то же самое. То есть оказалось, что, к сожалению, этот год не дал возможность уменьшить эту дыре. Вот вся проблема финансовая в том... Ну, Маргус Аликма говорил о том, что у него есть оптимизм. Ранее он, естественно, об этом говорил, что есть оптимизм, что все-таки не придется обращаться к Министерству за поддержкой. Или, по крайней мере, эта поддержка могла бы быть меньше, потому что продажи билетов возросли. Но как-то ситуация во второй половине года поменялась. Можно ли понять, в связи с чем? Нет, но ситуация с продажей билетов всегда связана с репертуаром, конечно. То есть в прошлом году, в 18-м году были, я бы сказал, более удачные постановки. Если в целом взять, ну, были большие удачи. Допустим, пришел мужчина к женщине, мейстер деревни, пепелинный чулок. В этом году это меньше было. Такой кассовый успех, можно сказать. Только если мы смотрим на спектакль большого зала, а у спектакля эстонские похороны. Остальные такого успеха они не принесли. А если театр выпускает какие-то шесть спектаклей на большой сцене, то если там три таких, которые собирают публику, тогда можно жить. А если трех нет, тогда трудности продолжаются. Вопрос именно в качестве постановок или в самом репертуаре, как вам кажется? Потому что если процитировать директора театра Маргуса Аликма, то получается, что нужны более легкие постановки. Вот я зачитаю его цитату. Мы серьезно обсудили репертуар с советом театра. Ничего не поделаешь. Более жизнерадостный и легкий репертуар зрителям нравится больше, чем чеховская печаль. Ну, знаете, здесь Чехов, конечно, не виновен ни в чем. Нет смысла говорить о тяжелом, легком репертуаре. Есть такие довольно ясные условия или трюки. То есть я их открыл уже, когда я руководил театром Угола. При такой обстановке надо, чтобы театр выпускал в течение двух лет один хороший кассовый музыкал или музыкальный спектакль. А последний в русском театре был последний этаж с Ивашкевичем. И это на два года. И каждый год спектакль на большой сцене для детей, кроме новогодней елки. В этом году спектакля для детей не было большого. И музыкала не было, музыкального спектакля. Вот если мы здесь посмотрим на репертуар следующего года, то я здесь, зная репертуар, уже просто довольно очень оптимистичен. То есть получается, что достаточно того, что вы перечислили, это детский спектакль на большой сцене, помимо новогодних, плюс мюзикл, и тогда чеховская печаль тоже может оставаться? Да, естественно. И Чехова можно оставить скучной и очень, конечно, захватывающей. Это мы все знаем. А что касается перспективности следующего года, я, может, открою какой-то секрет, о котором театр еще не говорил, что подписан договор с известной московской постановщикой музыкалом Аллой Сигаловой. И надеемся, что в апреле на сцене русского театра будет спектакль «Моя прекрасная леди» с главной ролью Александра Мешкевича на его юбилей. Кто будет играть женскую главную роль, это тоже большой сюрприз для общественности и русской общественности, но это пока открывать не буду. То есть интрига остается, но в апреле ждем премьеры все-таки. Еще хочу добавить, что будет первая постановка в будущем году именно большой детский спектакль, повесть известного польского писателя Януша Корчака «Король-матьюш-первый». Московский режиссер детский спектакль будет ставить и потом летний спектакль «Моиза Вигула», это 7 километров дальше от Пальмса, где они играли мы из деревни. И хочу еще отметить, это, конечно, «Малый зал». Был режиссерская лаборатория. 6 октября мы видели эстонские молодые режиссеры и русская новая драматургия. И там самое интересное, это спектакль постановщик Карл Лаумец из Ивана Мойна, который получил в прошлом году премию «Залучий режиссур» в Эстонии будет ставить песню «Мигала Дрынкова» в «Утопе» в «Малом зале». Так что я, несмотря на финансовые трудности, смотрю на будущее, на следующий год очень оптимистичный русский театр. Похороны по-эстонски вы отметили, сказали, что вот этот спектакль действительно был кассовым. Можно ли объяснить это тем, что вообще спектакль ставился по произведению Андруса Киверехка, если я не ошибаюсь, то есть эстонского автора, и, соответственно, больше публики среди эстонцев, получается? На мое большое удивление, вы даже отчасти правы, поскольку, хотя этот спектакль, то не спектакль, а пьеса шла 10 лет на сцене, эстонской драмы, появилась эстонская публика русской драмы, и, видимо, они не успели смотреть там эстонской драмы или хотят проверить. Но вот еще один секрет, что, если договоренность при тампетасом, который будет ставить эстонскую комедию в следующую осенью, и, может быть, это будет опять-таки вера. Тоже опять-таки с прицелом на эстонскую публику. Нет, это не прицел эстонской публики. Если там обычно 3-5%, а на эти 10%, никакого прицела на эстонскую публику. Вы знаете, тот спектакль «Похороны по-эстонски», который посетил я, там была примерно треть, наверное, зрителей, которые использовали наушники для того, чтобы смотреть спектакль с синхронным переводом. Ну, возможно, это такой разовый был случай. Ну, дай бог, но мы не можем говорить, что мы прицел эстонской публики. Это, конечно, немыслимо и никому не нужно. А что касается ценовой политики, вот сейчас билеты в русский театр, они примерно на том же уровне, что билеты в эстонский театр драмы. То есть где-то от 11 до 22 евро. В Линно театр, городской театр, билеты чуть-чуть дороже. Возможно ли тут какие-то изменения? Если именно цифры, то вместе с детскими спектаклями, распродажи билетов, то средняя цена билетов была в 17-м году 9,5,6, и в 18-м году 10,5,1. Так что я думаю, что так и будет. Но эта инфляция там 10,1, 10,5, до 11 может дойти, но больше никогда никак нет. Никак нет. Потому что, по моему взгляду, все-таки обычный театральный зритель не самый богатый слой общества. Ну и, конечно, вопрос, который волнует всех, и в первую очередь работников театра, не планируется ли в связи с непростыми временами сокращение? Ну это вот вторая проблема, кроме посещаемости. Если труппы эстонской драмы и русской драмы одинаковые, где-то 35-40 человек, то нагрузка абсолютно другая. Вот эти 35 актеров эстонской драмы – 475 спектакля в году, русской драме – 350. Эстонская драма набирает 100 тысяч публики, русская драма – это 40-50 тысяч и соответствующий доход. Ну и здесь проблема, конечно, то, что нагрузку увеличить трудно, потому что зрителей нет. И труппы уменьшить тоже очень, но психологически трудно, там возрастные проблемы, так что никакого такого указания, что надо уменьшить, труппу нет. Но это вопрос уже годами, годами, годами повестки дня, потому что нормальная была бы труппа, конечно, 25-30 человек. Нет, это не то, что вот надо здесь уволить. Это мы просто никогда не подождали. Если считать магическая цифра, прогнозируем в этом году где-то 47-40 тысяч, в прошлом году 50. Реально, если набирается русский лет 60 тысяч, оттуда это 100 тысяч, которые влечет эти дыра. И 60 тысяч может быть, потому что это было. Это было не только шестское время, но и временное имуновение. Ну, если вы говорите, что средняя цифра – это 10 евро, то 10 тысяч, 50 тысяч лет, и на 100 тысяч евро. Да, это надо делать репартуарно. Ничем, ничем не другим. Я Калик был у нас сегодня в гостях, председатель Союзского русского театра. Спасибо. 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 Спасибо вам.